Казалось бы, гаджеты – это всё, что нужно современным детям. А нет, они, как и их родители, любят читать книги. Ведь так увлекательно путешествовать по волшебным мирам. Когда они читают, они узнают много-много интересного. Они, я всегда говорю, ребята, когда вы читаете книжку, вы как будто находитесь внутри книжки. Вы путешествуете вместе с другими, с героями этих книжек. Вы вместе с ними можете побывать и на Луне, и в Африке, и на Северном полюсе, и в Египте. Особенно летом, особенно во время каникул. А если в этой компании окажется и тот, кто создал, и этих героев, и эти волшебные миры, то путешествие будет вдвойне интересней. Тот самоделка споткнулся и своей железной головой – бамс! А во что-то больно ударился. Ой, во что это я врезался. Самоделка увидела, что он врезался головой в железное дерево. Да! В Центральной детской библиотеке праздник. В гости к юным матищенцам приехал их любимый писатель Валентин Постников. Мне нравятся все встречи с писателем, потому что я люблю читать, я люблю писателей. Особенно детских, потому что там могут быть и фантастические истории, и нет. Но мне больше нравится, когда истории есть и фантастические, и фантазии, и нет. Как у Постникова. Постников брал и из жизни, и придумывал, как карандаша и самоделкина. И не важно, что образы карандаша и самоделкина родились десятилетия назад, благодаря советскому сказочнику Юрию Дружкову. Валентин Постников, его сын, тоже стал рассказывать детям увлекательные истории о маленьких волшебниках. Так человечки, один из которых своим носом-карандашом оживляет картинки, а другой мастерит необыкновенные механизмы, стали любимцами нескольких поколений. Валентин Постников не только знакомит современных детей с карандашом и самоделкином, но придумывает для них множество других необычных героев. Его книги неизменно пользуются популярностью. Его книги пользуются спросом, практически никогда не стоят на полке. Вот сегодня эта полочка практически пустая, хотя мы постоянно ее пополняем. Стараемся, следим за новинками, покупаем его, закупаем его книги. И тут же ребята разбирают. Вот нам даже шоколадного дедушку пришлось еще подкупить, потому что эта книга очень востребованная. Но все же самые любимые герои – карандаш и самоделкин. Даниил Домрян – один из поклонников творчества Валентина Постникова. Истории о маленьких волшебниках, в которых есть место не только чудесам, но и мудрым советам, покорили мальчикам. Они лучше, потому что это наши, отечественные, они учат добру. А эти кошки и супермены, ну что, полетели сюда, полетели сюда, о-о-о, сделаем это бессмысленно. А Дарья не только ищет, чему поучиться у персонажа Валентина Постникова, но и мечтает попасть в его сказки. Я бы тоже хотела себе такой же карандаш, как у него. Рисуешь, и все оживает. Я бы нарисовала много чего. А что, например? Собачка себе. Или бедным детям, которые бездомные, которых бросают, я бы им нарисовала игрушки, дома и родителей. Игра с детьми, научить их читать и думать. Вот для чего нужны такие встречи, считает Валентин Постников. Моя задача, конечно, их как-то смешить, веселить и говорить, что книга – это здорово. Что книга – это не что-то такое, знаете, нужное, обязательное. Читать – это просто здорово. Они всегда в конце, мы фотографируемся, и они все вместе хором со мной говорят – читать – это здорово. И как теперь не взять книгу с библиотечной полки? Надежда Трифонова, Олег Степанов. Информационная программа «День». Продолжение следует...